Пока точно я могу сказать, что устройство мне уже нравится, потому что скорость стрельбы реально видна, реально видно, насколько быстро стреляет данная пушка, и пока я не вижу вообще минусов. То есть, условно, у нас быстрее перезарядка, чем у стандартных настроек, и урон почти не изменяется. То есть, а в чём минусы? В чём минусы, ребят, данного устройства? Объясните мне, пожалуйста. Полостокально круто нагибает данный громчик, который очень быстро стреляет, при этом наносит колоссальный урон, просто колоссальный урон по противнику, это очень меня радует, прямо-таки сейчас я искал, искал вот эту вот, ребяточки, имбу, искал, и походу я нашёл её, просто нашёл её, ребяточки, эту нагибаторскую имбу. И всё, привет, ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик, новое устройство, новая имба, ребятки, прожимаем 50 лайкосов, и уже новый ролик не заставит себя долго ждать. Ну, а сегодня мы будем покупать новое устройство, будем его тестировать, и это будет пушечка Гром. Многие мне написали, ребята, что данное устройство жёсткое имбует, которое называется Снаряды Кувалда. И сегодня мы затестируем данное устройство, посмотрим, реально ли это так, реально ли нагибает Гром с данным устройством, реально ли это та самая нагибаторская имба, на которой стоит играть, и которую стоит покупать всем. Поэтому сейчас прямо-таки мы отправимся в бой, и будем уже тестировать данное нагибаторское устройство, и я бы хотел бы сразу, ребят, сказать одну вещь. Уверен в том, что в каждом любом нагибаторском режиме данное устройство точно заходить не будет, потому что всё-таки, ну, с той частотой, которую вы стреляете, ладно, я соглашусь, это очень круто, быстро стреляете, быстрый урон, быстрый дамаг, но то, что есть карты, на которых вообще, в принципе, не играется на такой пушке, и то, что данное устройство и данная пушка не будет эффективна в определённых режимах, также я бы сказал, что это будет связано, например, с какими-то... Ух ты, боже, ты мой! Ух ты, боже, ты мой! Какая же нагибаторская-то пушечка у нас! Давайте посмотрим вообще, насколько колоссальный урон он наносит. Я хотел бы сказать сразу, что реально-таки урон проходит замечательный, при том, что перезарядка-то у нас ускорена, ускоренная перезарядочка-то, ребяточки, ускоренная перезарядка, при этом-то дамаг-то не падает, что это, что это, ребятки, это новая имба или я не понимаю уж, как это работает? Как это работает? Наверное, надо будет зайти ещё в Википедию, почитать, что у нас написано там по данному устройству, ребятки, кто разбирается в данном устройстве, кто шарит, опишите, пожалуйста, в комментарии, реально ли это так, что гром у нас стреляет очень-таки быстро, при этом урон, урон-то не меньше, меньше-то его и нету, по сути, там что-то какие-то соточки, наверное, хп-шки наносятся меньше, но я хотел бы сказать, что такой урон, урон стоит того, чтобы прикупить данное устройство. Играть мы, конечно, будем сегодня не в самом нагибаторском режиме, это сл-очка, и здесь гром может не так сильно заходить, как, например, в какой-нибудь демочке, или же, условно, даже той же цп-шке, где вы можете сдалека стоять и нагибать своего противника, но я бы хотел сказать, что это крутое, крутое, ребят, устройство, и сейчас посмотрим, вообще, за данную каточку смогу ли я здесь на изи-катке занять первое место и вообще, в принципе, понагибать. Если же у меня это удастся, то я вам скажу так, что пока, ну, пока точно я могу сказать, что устройство мне уже нравится, потому что скорость стрельбы реально видна, реально видно, насколько быстро стреляет данная пушка, и пока я не вижу вообще минусов, то есть, условно, у нас быстрее перезарядка, чем у стандартных настроек, и урон почти не изменяется, то есть, а в чем минусы? В чем минусы, ребят, данного устройства? Объясните мне, пожалуйста. Я реально пока не могу понять, в чем его минусы, потому что урон наносится жестко, быстро, нагибаторски круто, и... и все мне нравится на данном устройстве, вы смотрите, какое у меня уже УПшечка, 13 к 1 иду, и реально круто нагибает данный громчик, который очень быстро стреляет, при этом наносит колоссальный урон, просто колоссальный урон по противнику, это очень меня радует, прямо-таки сейчас я искал, искал вот эту вот, ребяточки, имбу, уискал, и походу я нашел ее, просто нашел ее, ребяточки, эту нагибаторскую имбу, которую нам, в принципе, сейчас преподносят очень-таки красиво, при том, что моего любимого вулканчика понерфили, мою любимую смоку тоже немного-таки понерфили, а с громом у нас сделали наоборот ап, после того, как данные два устройства на пулемет и смоку понерфили, это устройство, кувалдочку на гром, подняли, я вам скажу, что его не зря поднимали, реально сделали крутым данное устройство, и, наверное, после этой каточки мы переместимся и зайдем на Википедию, почитаем, что именно там написано по данному устройству, в чем же минусы его относительно стандартных настроек, потому что я серьезно сейчас не могу заметить ни одного минуса с данным устройством, реально и урон хороший наносит, и реально жестко-быстро перезаряжается данная пушка, ну, вообще, мне все нравится, реально крутое устройство, крутая имбишка, и я думаю, что вам тоже стоит прикупить данное устройство, я думаю, что его нерфить уж точно не должны, так как его перебалансили буквально-таки пару дней назад, его, наоборот, как бы не то, что занерфили, его, наоборот, апнули, и поэтому я думаю, что именно такие характеристики на данное устройство и сохранятся, и они останутся именно вот такими, такими нагибаторскими устройствами, даже сплэш-урон у него не пофиксен, как же круто оно сочетается, мне реально это нравится, то, что быстрый урон, быстрый большой урон проходит с данным нагибаторским устройством, и я реально, ну, понятное дело, что урон немножечко меньше, на буквально, наверное, каких-то 100 хпшек, но это реально незаметно, при том, что имеется побыстрее перезарядочка, и в этом плане, если вы будете играть на условном цп, где вы будете постоянно наносить урон по противнику, то есть вот просто по кд зажимаете пробел и стреляете, там данное устройство будет нагибать еще хлеще, так как, например, в этой катке у меня есть моменты, когда я то наношу урон, то происходит момент, когда меня все-таки сливают, или же мне надо куда-то отъезжать, и я не могу постоянно наносить урон по противнику, в этом плане, конечно, данное устройство немного-таки хуже, если бы я играл в другом режиме, то оно бы приносило намного-таки больше своих плодов, и было бы в этом плане еще бы круче, еще бы нагибаторски оно бы смотрелось бы. Ну и до конца каточки у нас остается 2 минутки, я вам бы хотел сообщить, что противник имеет 5 резистов от грома, при этом я уже набил 500 опыта, при том, что я поставил, если не ошибаюсь, только один флажочек, то есть почти весь опыт я заработал именно-таки за счет своей пушки, и реально данная пушка нагибает? Что? Что происходит? Мне один нагибаторский подписчик отписал в комментарии, чтобы я затестил данное устройство, сказал, что это нагибающее реально устройство, и я не могу с ним не согласиться, реально оно тянет, реально круто сочетается именно-таки урон с перезарядкой на данном устройстве, и это та пушка, которую я вам точно бы посоветовал приобрести, вернее, не пушка, а устройство, реально то самое устройство, которое стоит купить, стоит попробовать, и стоит вообще играть на нем, я думаю, что после данного ролика громов в битвах станет появляться немного-таки побольше, но резисты есть, а резисты не помогают ребятам, я не знаю, с чем это связано, серьезно, но гром реально нагибает, реально тянет данная пушка, и я, безусловно, очень-таки рад, что получилось найти такое устройство, конечно, не без помощи ребят, которые смотрят ролик, поэтому, ребят, если у вас есть какие-то свои пожелания, вы думаете, какое устройство вам приобрести, вы гадаете, стоит ли брать данное устройство, не стоит ли брать данное устройство, а пишите в комментарии, какое вы хотели бы видеть устройство следующим, может быть оно нагибаторское, может быть оно наоборот не нагибаторское, а устройство, которое стоит просто потестировать, просто посмотреть, стоит ли его брать, чтобы я сделал свой обзор, чтобы я сделал свой тест, чтобы я посоветовал, где играть на данном устройстве, где стоит его больше-таки использовать, вот что касаемо данного устройства, я уверен просто, то, что оно будет нагибать на любой карте, На которые вообще приемлемо играть на средней дистанции пушек Также играть на больших картах на данном устройстве На данной пушке будет точно актуально Но что касаемо именно таких маленьких карт Да, в принципе, с какой-то стороны можно использовать данное устройство и данную пушечку Но все же надо понимать одно Что вы играете с пушкой, которая наносит сплэш урон по себе При этом, ребятки, есть моменты, когда реально есть маленькие карты И на них не стоит использовать вообще данную пушку Но уж тем более данное устройство, которое реально тянет, реально нагибает 655 опыта я заработал за 8 минут с данным устройством При этом уничтожил 30 противников и 7 раз умер И давайте, ребят, сейчас мы быстренько переместимся именно-таки в Википедию Танков Онлайн И посмотрим, что у нас там вообще, в принципе, происходит с данным нагибаторским устройством Перемещаемся мы, ребяточки, на страницу Википедии Танков Онлайн Открываем устройство для грома И видим данное нагибаторское устройство, которое называется «Снаряды Кувалды», которые я только что тестировал И что здесь написано, ребятки? Снаряды с толстенной оболочкой из литого чагуна Очень быстро теряют поражающую способность Зато роботизированный автомат заряженного позволяет неплохо поднимать темп стрельбы То есть, в чем минус, ребятки? Минус того, что на большом расстоянии Вы наносите колоссально меньший урон Но, что касаемо, ребятки, именно-таки Время перезарядки То она у нас уменьшена на целых 30% То есть, стреляете быстро Стреляете эффективно на средней и маленькой дистанции Хотя я вам сказал, что лучше использовать данное устройство на средней дистанции картах Тут я не ошибся Но сказав, что большие карты стоит использовать Значит, большие карты, ребятки, просто забываете про них И пытаетесь играть на средних картах То есть, вот на такой карте, как я играл только что Будущее, условно Даже, ну, пробовать точно можно Играть на песке Но там будет тяжело играть с данным устройством Если постоянно противник будет давить именно-таки на вас Вам придется сближаться И в этом плане, конечно Если вы будете иметь резист от самого себя То да, то данное устройство будет иметь смысл быть И будет там нагибать Также, ребятки, хотел бы сказать Что данная перезарядка позволяет вам быстро, колоссально наносить урон На средней и ближней дистанции Относительно своего противника Это значит, что, ребятки, это реально та пушка Которую можно использовать на средней дистанции Которую нужно использовать на средней дистанции И там она будет нагибать И у вас в этом плане будет, конечно же, все очень-таки четко получаться Ну и что бы я хотел сказать в конце данного ролика Конечно, ребятки, покупайте данное устройство Покупайте резист от Грома Если у вас его нету Если он у вас не докачан Обязательно докачивайте данный резистик Берите Я бы посоветовал, конечно, Викинга Гром Я бы не советовал бы вам брать на тяжелом корпусе данную пушку Это очень-таки медленно, скучно, неинтересно Да, и по большей части бывают такие моменты, что лучше использовать средний корпус Где он будет эффективен даже на захвате флагов и на точках Везде у вас будет с этим корпусом получаться все очень-таки круто, быстро и нагибаторски Поэтому покупайте смело данное устройство Нагибайте и доказывайте всем, что данное устройство имеет смысл быть И оно реально нагибаторское и имбовое Ну а у меня на этом сегодня-таки все, ребятки Оформляйте подписочку на канал, если вы еще вдруг не подписаны Также, ребят, нажимайте на колокольчик И, конечно же, прожмите лайкосик, если вы еще до сих пор не поставили лайк на данный ролик Но у меня на этом все Спасибо, ребят, за просмотр Всем удачи и всем пока